Поговорим о ситуации в Киевской области. Андрей Неботов с нами на связи, глава полиции региона. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Посмотрели мы эту трагическую историю. Одна из многих сотен тысяч историй этой ужасной войны, которую развязал Путин. И мы помним, как оккупанты в первые дни уничтожали Киевскую область, Бородянку, как били по многоэтажным домам, когда в подвалах прятались мирные люди. Скажите, что сегодня происходит в этих городках, в Бородянке в частности? Находят ли там захоронения мирных жителей? Присутствуют ли там еще следы российских варваров? Ну, первое, хочу сказать, что действительно масштабы таких разрушений мало где можно было увидеть. Бородянка – это была ужасающая картина, особенно после деоккупации этого региона. Это была сплошная тюрьма по периметру с разрушенными многоэтажными домами, спаленными домами, убитыми людьми. И, к сожалению, даже асфальта там не было видно. Все было ушло на бетоном, стеклом, осколками, взрывоопасными предметами и гильзами. Вот такая вот картина была в Бородянке. И, к сожалению, до настоящего времени мы продолжаем находить тела погибших, убитых наших украинцев, в том числе и на территории Бородянки и Бородянского района. Недавно, в начале марта, фактически мы экзумировали еще три тела, два пока из них не установленных, один местный житель. Они были убиты во время оккупации этих территорий. Их успел захоронить перед тем, как выехать местный житель, который спустя год вернулся к западной Украине и сообщил, что во время оккупации успел сделать такое захоронение. Эксперты исследовали все три тела. По двум можем сказать, что их убили с огнестрельного оружия, по одному телу в связи с гнилостными изменениями. Пока эксперты причину смерти сказать не могут. Но понимая, что еще у нас на территории Киевской области во время активной фазы оккупации, активных военных действий исчезли и отсутствуют 298 человек, то мы понимаем, что часть из них могут быть и в Бородянке. Хочу сказать, что за весь период с деоккупации в Бородянке мы уже нашли и изгумировали 127 тел, подчеркиваю, украинцев, цивильных граждан, не имеющих отношения к военной службе, которых просто расстреливали на улицах. И возбуждено следователями больше 550 уголовных производств по фактам совершения преступлений армии Российской Федерации. Наибольшее количество их, конечно же, по статье 438, это нарушение правил и законов ведения войны. Да, действительно, год назад и сейчас, к сожалению, мы, освобождая наши территории, нормальный человек просто в шоке, мы потрясены всем этими зверствами российской армии. И вот эта же Бородянка многострадальная, которую вы вспоминаете, Буча, Ирпень, все эти братские могилы, закатованные, расстрелянные мирные люди, о которых вы только что говорили. Скажите, Андрей, знаете, я хочу спросить у вас, задать такой личный вопрос. Вы по роду службы, да, вы в полиции много лет и, как принято говорить, уже привыкли и, может быть, адаптировались к разным страшным преступлениям, которые вам приходилось видеть, с которыми вы имели дело. Но вот сейчас, когда вы первый раз приехали своими глазами, увидели зверство в той же Бородянке, вот первые ваши эмоции, первые ваши мысли? Да, мысли были сложные осознать все того, что это действительно произошло, что это происходит наяву. Вы правильно сказали, мы, кто работал давно, особенно в криминальной полиции, видели трупы, видели убийства и видели разные способы убийства людей, разные формы насилия. Но таких масштабов никто никогда не видел, не обоснованно. Всегда было преступление, всегда был преступник, это было частное зло. Таких масштабов преступлений и такого масштабного зла, как армия Российской Федерации, я думаю, мало кто видел со времен Второй мировой войны. И прежде всего ощущения были, не забудется тот запах воздуха, понимаете, гари, гари, наверное, крови и какого-то страха, который присутствовал во всех городах, которые деоккупировали. Они были настолько беслюдными и настолько вокруг фактически находились следы этих страшнейших преступлений, убийств, насилия, похищения людей, разрушений. Было ощущение, что ты находишься не в современной реальности, что ты находишься где-то в тех временах, когда была еще, как я сказал, Вторая мировая война. Но это реальность, мы к этому готовились. К сожалению, национальная полиция, как и другие силы безопасности, мы заранее получали эту всю информацию, проводя фильтрационные мероприятия, проводя разведывательные мероприятия, собирая информацию с оккупированных территорий. Мы знали, что там происходят эти преступления и уже на той стадии мы их уже документировали. Но увидеть собственными глазами результаты действий в кавычках армии Российской Федерации, это, наверное, то, что я не смогу забыть никогда в жизни. Да, ни один украинец этого не сможет забыть. Давайте, Андрей Анатольевич, вспомним еще историю, недавнюю историю. Вот сегодня 24 марта и год назад в этот день Киевская область была еще в оккупации. Российские войска тогда еще не оставляли планов окружить и столицу, Киев, пытались захватить некоторые города в окрестностях, в частности, Иславутич, в котором живут многие работники Чернобыльской АЭС. Тем временем украинские военные уже освободили от оккупанта в село Лукьяновка Барварского района. Известно, что там на тот момент базировалось около 200 российских солдат армии противника, более 10 единиц вражеской бронетехники. И мы все помним, как в первые дни апреля Министерство обороны сообщило об освобождении Киевской области от российских оккупантов. Андрей Анатольевич, а какой был первый населенный пункт, куда зашли наши полицейские после деоккупации? Что это было за город? Значит, первое хочу сказать, что национальная полиция готовилась к деоккупации. Мы получали оперативную информацию, что враг готовил планы к отступлению, готовил планы вывести поврежденную технику. И косвенные факты, то, что они начали за два дня грабить абсолютно все дома, заходить в каждые дома и вывозить все имущество, говорил о том, что они собираются покинуть территорию и спасаться бегством. Для деоккупации мы готовились, мы знали, что на оккупированных территориях не будет ни света, электричества там не будет, интернет-связи. Поэтому все наши первые мобильные группы, которые возвращались в отделы, до каждой территории деоккупированы, были оснащены всеми этими средствами для того, чтобы дать людям возможность зарядить гаджеты и соответствующим образом, используя Старлинг, сообщить своим родственникам, что они живы-здоровы. Во все абсолютно населенные пункты Броварского района, Иванкинского, сейчас Вышгородского района и Бучанского района, полицейские поехали сразу за военными. Из полицейских сначала шли, естественно, это наши спецподразделения, которые были соответствующим образом эпипированы и которые проводили зачистки с целью, чтобы разобраться в ситуации, как говорят, не затерялся ли там кто-то из оккупантов. И, естественно, работали наши взрывотехники, то есть первичное разминирование, где явные были взрывоопасные эти предметы находились на улице. И дальше уже шли, естественно, оперативные группы, которые формировались из криминальной полиции, исследователи, которые и собирали всю информацию быстро, эффективно для того, чтобы каждое преступление российских оккупантов было задокументировано. Давайте о хорошем. Как за этот год изменилась область? Как восстановилась? Как ожила? Люди ведь возвращаются, правда? Люди возвращаются, Вы совершенно правы. Люди настолько настроены оптимистически, что восстанавливают свое жилье, восстанавливают бизнес. Да, нелегко, тяжело. Война в нашей стране продолжается, но людей стало намного больше. И это вселяет надежду. Со своей стороны могу сказать, что полиция Киевской области, мы фактически за счет того, что мы сотрудничаем с международными организациями, с Говардом Баффетом, с Митси Пердио. У нас есть личные контакты. Например, автопарк мы восстановили уже на 200%. Даже по некоторым службам мы обновили автопарк и дали возможность специальным службам работать более эффективно. Идет активный процесс. Мы восстанавливаем наши административные здания, делаем их уже современными, комфортными, с учетом всех европейских требований, для того, чтобы, прежде всего, людям было удобно пользоваться всеми полицейскими услугами. Ну и, конечно, комфорт для сотрудников, которые будут тянуть за собой и их ответственность. Та ответственность, которая на них сегодня лежит при документировании, в том числе и военных преступлений. Да. А знаете, я еще хотел уточнить очень важный и страшный вопрос. Вот вы сказали, что когда проводились мероприятия уже по деоккупации области, так называемая зачистка, и обязательно с военными шли взрывотехники. И мы знаем, что как подло наступали российские оккупанты, так же подло они отступали. Насколько заминированы наши земли, они разбрасывали очень подло, часто пряча эти взрывы, мины, лепестки в места специально, чтобы люди подрывались на них. И мы знаем, к сожалению, о таких случаях даже на этой неделе, сколько их в Харьковской области, в Херсонской области. В том числе гибнут наши полицейские. Мы знаем об этих случаях трагических, очень горьких. Скажите, сейчас минная безопасность в Киевской области, что об этом следует сказать? Я скажу то, что пока у нас идет война, и не пройдет достаточно много времени, наша страна и наши территории, которые были под оккупацией, они находятся в относительной безопасности. Поэтому, да, нас в школе уже этому не учили, я там, например, 80-го года рождения. Но детей мы сейчас всех, и я призываю родителей учить по минно-взрывному делу, именно тех предметов, которые мы не понимаем, которые могут быть взрывоопасны, чтобы дети их ни в коем случае не трогали, обязательно информацию передавали взрослым, а те, в свою очередь, передавали информацию на линию 102. Есть трагические случаи, где и дети, где и взрослые находят взрывоопасные предметы, и, к сожалению, случается трагедия, травмирование, даже вплоть до того, что люди погибают. Поэтому, чтобы для понимания для людей всех, только взрывотехники Киевской области, а у нас их на территории работали и взрывотехники национальной полиции, и вооруженных сил Украины, и пиротехники государственной службы по чрезвычайным ситуациям, даже иностранцы приезжали и проводили работы с разминированием. Так вот, только взрывотехники Киевской области за 2022 год совершили больше 1100 выездов и изъяли больше 2000 взрывоопасных предметов. То есть, вы понимаете, насколько уровень загрязненности этих территорий. И это фактически чуть больше месяца оккупации наших территорий и активных боевых действий. Вы представляете, что на других территориях Ферсонской, Харьковской области, Донецкой, Луганской областях. Поэтому нам надо привыкать к этому, мы должны быть к этому готовы, мы должны учить этому своих детей, что безопасность, обучение минно-взрывному делу, меры предосторожности, соблюдение правил при воздушной тревоге, это должно быть у нас уже в крови. Да. И все равно, вот видите, мы говорим о Киевской области, она освобождена, жизнь возвращается, но последние несколько дней российские оккупанты напоминают о себе варварским способом, вновь терроризируют мирное население, не только Киевской области, но и всей Украины, своими атаками, дронами. Удар беспилотников в Ржищеве, Киевской области. Девять человек погибло. Как считаете, это сознательный был удар по жилому сектору, и потом такой же удар по Запорожью на следующий день? Такая теперь тактика? В принципе, она и не поменялась, да? Что тут говорить об изменении тактики? Бьют по мирным людям? К сожалению, да. Мое личное мнение, это был спланированный удар, извините, что так скажу, или у них дырявая разведка, или дырявая информация, но бить по профессиональному лицею, фактически училищу, по двум общежитиям и учебному корпусу, но это уже, ну, я не знаю, кем это надо быть. Было, да, действительно попадание. К сожалению, несколько людей, как мы говорили, не проследовали в укрытии по сигналу воздушная тревога. И девять человек погибло, девять человек пострадали, один ребенок. И среди погибших, хочу подчеркнуть, есть врач скорой помощи, раненый врач скорой помощи и погибший водитель скорой помощи, которые приехали сразу для помощи людям. От второго взрыва они погибли. Вернее, он погиб, а врач, раненый, находится в больнице. Также есть раненый ребенок 2011 года рождения. Среди потерпевших комендант, погибших комендант общежития, люди-переселенцы, кстати, которые переехали с Луганской области и временно проживали в этом общежитии. Большинство людей, больше двухста, спустились в укрытие, и, слава богу, они не пострадали. Тем не менее, это очередное террористическое преступление армии Российской Федерации, которое, ну, даже это удары не по критической инфраструктуре, которые не так неудачно пытаются оправдать военными действиями, это уже удар по полностью гражданской инфраструктуре и по учебным заведениям, которые, как терроризмом, другим словом, я назвать просто не могу. Да. И еще, знаете, что подло, это то, что, ну, вот в России они уже привыкли через детей, собственно, влияя на своих детей, промывая им с малых лет мозги, уже потом и их использовать в своих этих абсурдных кровавых схемах, что дети сейчас и кровь сдают там оккупантам, и какие-то обереги там шьют, и, ну, в общем, что тут говорить. Но они пытаются влиять еще и на нашу молодежь. Стоит вспомнить, несколько недель назад, да, вдруг откуда ни возьмись, какое-то молодежное движение появилось, движение хулиганов с заданием какие-то драки, стычки организовывать. И тогда полиция очень здорово сработала, прям, ну, на опережение, и удалось, так сказать, в зародыше задушить вот эти вот все настроения. Это просто хочется сказать спасибо, здорово, да, что так сработали. Но еще сейчас, мы знаем, появились какие-то сообщения о минировании учебных заведений. Снова кто-то вот таким образом мешает жить. Известно, кто может стоять за этим уже телефонным террором. Это тоже какая-то тактика, может быть, противника, вот такое психологическое давление. Вы правильно говорите, это часть ТИПСО. Это было то, что перед полномасштабным вторжением проводились заминирования. Я тогда это очень хорошо помню, что фактически каждый день минировались учебные заведения, школы, торговые центры на предмет вымотать правоохранительную систему. И целью стоит запугать население. Ну, представьте, люди, родители каждый день вводят ребенка в школу, отдают в школу, через час, через два происходит минирование, происходит эвакуация. Они срываются с работы, едут забирать детей, и так происходит каждый день. Естественно, нервозность в обществе нарастала. Тогда еще не было понятно, для чего это все делалось. И, соответственно, были определенные недовольства. Сегодня эту же методику использует Российская Федерация, вы знаете. Они чемпионы по наступанию на грабли. И думают, что старыми методами они смогут расшатать как-то украинское общество, украинский народ. Не понимают, что каждый обстрел делает нас только сильнее. Каждый обстрел делает нас сплощенными. Такие же минирования делают нас более дисциплинированными. Мы по-любому все равно отрабатываем каждую школу, каждое учебное заведение, торговый центр. Как правило, они используют имейл адреса различных предприятий, учреждений, организаций. Для сообщений, как правило, наша киберполиция и служба безопасности Украины устанавливают, что это через использование ВПН и других фальш-аккаунтов. Эти сообщения идут с территории Российской Федерации, либо с временно оккупированной территории. Сил и средств нам хватит, мы реагировать будем. Люди нас поддерживают, все прекрасно это понимают. Поэтому мы готовы даже к таким вызовам. Что ж, спасибо нашей полиции за мужество, доблесть и профессионализм. Спасибо вам, Андрей. Андрей Небытов был в эфире телеканала Freedom, глава полиции Киевской области.